Русские элитные части Провластные российские пропагандисты обиделись на казахстанского президента Касыма Жамарта Такаева, заявившего о начале вывода оккупационного контингента, им же и приглашенного. Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней. Мы, кстати, пока не знаем, действительно ли российские войска покинут Казахстан. Возможно, Такаеву просто необходимо успокоить собственное население. Очевидно, что многие граждане Казахстана восприняли появление уже забытых за три десятилетия независимости оккупантов как плевок в лицо их государству. Вот эту историю люди воспримут очень негативно, как Россия выступила в роли такого жандарма. А возможно, Путин и Такаев просто уже достигли своей цели. Они отодвинули в сторону клан Назарбаева и продемонстрировали казахстанским силовикам, многие из которых не захотели стрелять в собственный народ, что в случае отказа привычную роль палача с удовольствием возьмет на себя российский силовик. Считайте, что такой проблемы не существует. И поэтому не стоит рассчитывать на победу народа над мафией во власти. А лучше просто подчиниться победителям, имеющим могущественных покровителей в Кремле. Тогда российские солдаты в Казахстане действительно уже не нужны и могут убираться вон. С восставшими казахстанцами справятся их соотечественники в погонах. Но российскому пропагандисту не нужен порядок в Казахстане. Ему нужен российский оккупант в Казахстане. Да и сам Казахстан ему не очень нужен. Лучше, чтобы эта страна вновь стала российской провинцией, как это, собственно, и было до 1991 года. И Кремль мог бы отправлять туда на царствование очередного варяга. В целом у нас это получается. Мы, кажется, уже забыли, как пришел к власти Назарбаев. А стал он руководителем республики вскоре после того, как в Алма-Ате произошли первые за всю Горбачевскую перестройку массовые выступления, участники которых были возмущены тем, что на смену многолетнему правителю Казахстана Динмухамеду Кунаеву, всего лишь второму казаху на посту первого секретаря ЦК Республиканской компартии, Горбачев, разбиравшийся в национальном вопросе примерно на уровне Путина, отправил в Алма-Ату российского партработника Геннадия Колбина. Таким образом. Но современная российская пропаганда разделяет именно такой подход. И я, кажется, начинаю понимать, зачем на самом деле доблестные советские десантники убили в декабре 1979 года генерального секретаря ЦК НДПА и председателя Революционного совета Афганистана Хафизулу Амина, собственно, и пригласившего оккупантов в свою страну. Вовсе не потому, что Брежнев обижался на Амина за расправу с его предшественником Тараки, а потому, что Кремлю был не нужен тот, кто пригласил оккупационный корпус, ведь тот, кто пригласил, может предложить уйти. Это как бы естественно. Что не скажешь об окончательно угробившем Афганистан Бабраке Кармале. Так что на месте Такаева я бы поостерегся делать громкие заявления и учитывал, что российские пропагандисты, как правило, обижаются не от своего имени. Но я этого не забуду. И вообще опасался бы тех, кого он пригласил поучаствовать в собственном воцарении. Кто знает, что еще произойдет в Казахстане в ближайшие недели. Это не первая и не последняя, увы, попытка внешнего вмешательства в дела суверенного государства. Сказал сегодня Путин. Все это мы уже проходили и больше не допустим ничего подобного у себя дома. Это прямая цитата. Ну то есть Казахстан и все постсоветское пространство, исходим из этого, это наш дом. Ты же у меня в доме. Твой дом тюрьма. В Казахстане большое разделение между бедными и богатыми. Обществу живется крайне и крайне тяжело. И мы в данном случае должны выступать в партнерстве с теми людьми, с которыми мы жили бок о бок на протяжении истории. С теми людьми, которые, если угодно, наша семья. А мы не можем бросать свою семью, мы своих не бросаем. Мы узкие, не обманываем друг друга. А мы, я уверен, в этом плане им поможем. И не допустим никаких майданов на сопредельных с нами территориях. У себя дома, как сказал Казахстан. В своем доме. Абсолютно верно. Как сказал Владимир Владимирович. Да. Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела нашей государства. Я здесь согласен с Александром Игоревичем. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Он пытается восстановить контроль над ключевыми частями бывшего Советского Союза. Как говорил Путин, самая большая геополитическая катастрофа 20 века был распад Советского Союза. Он пытается его восстановить. Путин говорит, что мы не допустим цветных революций у себя дома, имея в виду все постсоветское пространство. Что происходит, Вячеслав Ильич? Ну, действительно, год начался очень динамично. Я думаю, события эти все взаимосвязаны, безусловно. Все, что происходит на постсоветском пространстве, имеет отношение не столько к странам постсоветского пространства, сколько к России. Это все про нас. Поскольку стратегия Соединенных Штатов, она не менялась и не будет меняться. Это подобраться как можно ближе к нашей глотке. Я думаю, что мы не будем с вами сегодня разбираться о том, что это было, кто наши, кто не наши, кто против кого. Мы с вами знакомы, тем не менее, в таком качестве главы государства вы приезжаете в наш канал впервые. Я хочу вас поздравить со вступлением в должность. В конце прошлого года команда Навального выяснила, что российские квартиры бывшей жены и сына Такаева засекречены в Росреестре. Это специальный сервис, который позволяет узнать, кто и на каких правах владеет недвижимостью в стране. Вот выписка на 200-метровую квартиру его сына в Хамовниках. У нас она хранится давно. Сегодня такую выписку уже не получить. Объект удален. Ровно как и еще одна 170-метровая квартира бывшей жены президента Казахстана тоже засекречена. Формально единственным объяснением этому может быть только то, что президент Такаев является кадровым сотрудником российских спецслужб. В Москве очень хорошо определились на самом деле, кто наши, а кто не наши. И помогают нашим. Продолжение следует...